Тео Уолкотт, Игоря Кенфеев и Александра Дальпьера. Всех этих футболистов объединяет одна общая деталь. Они перенесли операцию на передней крестообразной связке. И это неудивительно. Такая травма очень часто встречается у спортсменов. Некоторых даже оперируют неоднократно. Оно и понятно. Спорт требует жертв. Такую травму может получить и обычный человек. В Рязани такую операцию практически никто не делал. 13 октября ее впервые провели в областной клинической больнице с применением новейших технологий. Здесь применяется высокотехнологичная артероскопическая методика с помощью артероскопической стойки под высоким разрешением. И будет работа именно на крестовых связках, которых в нашем городе применяется достаточно мало. Сейчас на операционном столе 50-летняя женщина с очень непростой судьбой. Она получила травму передней крестообразной связки и перелом больше берцовой кости. В первую очередь врачи восстановили поврежденную кость. Только после того, как она срослась, хирурги приступили ко второму этапу восстановления ноги. Эта женщина – первая пациентка областной клинической больницы, на которой проведут новую операцию московские коллеги. Раньше в городе Рязани делали открытые операции такого вида. Они приносили большие трудности для больных, возможные контрактуры, сложности с восстановлением. Данный вид операции позволяет обойти все эти сложности. Восстановление происходит гораздо быстрее, раньше. Косметически очень хороший эффект, потому что выполняется всего три маленьких разреза. Это артероскопическая хирургия, то есть операция, проводимая закрытым способом с минимальными повреждениями, что повышает и ее сложность. Но у хирургического стола настоящие профессионалы своего дела. Появление такого вида операций в нашем городе принесет положительный эффект. Население получает высокую технологическую медицинскую помощь именно на базе нашего учреждения, именно в нашем городе. Мы не переправляем никуда пациентов и тем самым просто-напросто экономим как и время, как и средства пациентов. И в то же время мы экономим средства нашего областного бюджета. В этот же день приоперируют и вторую женщину. Она получила травму, катаясь на лыжах. Рязанские коллеги внимательно наблюдают за монитором. Пройдет совсем немного времени и они сами начнут проводить такие операции.